всем здорова сегодня хочу поговорить по поводу одной темы которые давно меня просили рассказать как стать помощником капитана можно быстрее все кто учится особенно кто уже закончил вот только-только да конечно же мечтают скорее вступить в должность имея уже какой-то опыт определенный в морской деятельности как правило это на палубе не меньше 12 месяцев ребята уже отработали многие уже имеют и промоушены бывает даже и по два а то и по три тем не менее ничего не получается компании все равно отказываются брать без опыта работы и эта проблема не только в морской сфере на в принципе во всех областях наверное есть даже если сравнивать допустим тот же хоккей с мячом футбол и так далее соответственно тебя никто не возьмет в команду без опыта да то есть где-то надо поймать момент когда тебя дадут тебе шанс выйти выйти на поле образно говорю то же самое море до выйти на поле показать себя ну вот внушить доверие и тогда путь к успеху будет обеспечен вот но я могу посоветовать одно морякам не ждать такой момент действовать по-другому есть один хороший вариант потому что я именно по нему так пошел тоже имелись у меня уже промоушены две штуки точно у меня было я уже не понял характеристики принципе были неплохие когда я матросом работал вот соответственно соответственно нужно идти туда где флот попроще все же хотят сразу бабла много получать но так не бывает к сожалению вам нужно для начала будет поработать именно на нашем флоте да вот и я сделал как устроился это по знакомству меня взяли в компанию называется она белка белфрахт если кому-то говорит о чем-то так вот я вступил туда в должность сразу же вторым помощником за 40 тысяч рублей зарплата чем когда мы стояли у причала два месяца плата была всего 15 тысяч рублей соответственно только до ушли в море уже более-менее если это можно называть так зарплата стала более приемлемой конечно в нашем флоте за четыре месяца я увидел очень много и нормальной компании где бы я не работал до этого матросом я такого не видел не встречал не буду рассказывать но я думаю вам стоит это пройти испытать как работает наш флот и люди работают порой интересные достаточно вот я не хочу сказать что там именно плохие люди работают да там очень много раздолбая которые делают такие вещи которые нормальном флоте на редко увидишь поэтому я отработал я смотрел на этот контракт с улыбкой и до сих пор вспоминаю и очень даже позитивные мысли только об этом но другой стороны хочется плакать конечно что с нашим флотом творится и после того как я контракт закончил вернулся обратно тогда я работал в бризе пришел обратно общаться с владимиром был у меня также не про характеристика да характеристику взял у капитана хорошего написал все это показал соответственно отправил в компанию учитывая то что у меня уже было до этого все это в сумме сложилось и мне сразу же предложили вакансию на судно третьим помощником вот на костер небольшой пароход тоже подобный тип на котором я сейчас работаю там я пошел работать по двойному контракту то есть там было прямое нарушение но тем не менее отказываться смысла не было то есть зарплата у меня была как у и битом тысячи тысячи ну и би навигатор вот такая должность а вписан я был до 7 сбок получается как третий помощник капитана запада была 1900 долларов вот если приходили власть проверяли да там от контракт смотрели соответственно там зарплата была 2 700 вот такой вот ход в бризе имеет место быть естественно я никуда не обращался никого и тех приехал на судно повар и третий помощник за три дня до смены они позвонили в эти и когда я уже он был на мосту принимал дела то есть представитель айтиф был на мосту с пачкой денег вот ничего попросили сфотографировать их недовольно не отработали по 8 месяцев то есть они до последнего молчали и в конец представляете отработали решили так вот поставить компанию и получить бабло ну сами понимаете разница не маленькая да там считайте на тысячу почти десять тысяч лишними не будут ну филиппинцам можно у них в этом плане все намного проще у них профсоюз профсоюз очень сильный и поэтому он в любом случае помогает и без работы они никогда не останутся у нас же немножко по-другому да и большинство из нас как бы не хотят лишний раз проблем потому что реально сейчас очень большая конкуренция особенно если ты вступаешь только в должность ты можешь опять улететь вниз и потом будет проблема устроиться тогда еще это пять лет назад да я стал помощником вот было как бы более-менее матросом устроиться сейчас уже намного сложнее даже в этой должности потому что очень много филиппинцев пришло на вход их так всегда было много сейчас еще больше не почти везде во всех компаниях они есть кроме нашего парохоза естественно поэтому мой вам совет ищите контору попроще где платят меньше получаете опыт помощником берите характеристику и уже возвращайтесь компанию свою опять в редких случаях бывает что берут с матроса переводятся что ребята реально пытаются даже на судне уже вроде промоушен здесь уже вроде я уезжаю капитан пишет сообщение в компанию что вот человек есть на борту готов вступить там в должность третьего помощника все равно не меняют вот так что если есть момент такой конечно ловите его но я думаю что это очень большая редкость поэтому ждите работайте терпите только так никак иначе ну все надеюсь по этому поводу более-менее так понятно объяснил на своем опыте все всем счастливо скорейшего вам становления в должность которую вы хотите видео